Единственная цель этого всего приходить на публичные мероприятия и осуществлять провокации, угрожать и тем, кто присутствует, и тем, кто потенциально хотел бы в этом участвовать, ну и, конечно, оказывать давление на тех товарищей, которые организуют подобные встречи в условиях, когда для власти это просто табу. Вот, собственно, в ход идут и такие бесчестные абсолютно инициативы, инструменты, механизмы манипуляции. Сегодня у нас на связи мой хороший товарищ, депутат Государственной Думы от Республики Коми Олег Михайлов, Олег руководитель регионального отделения КПРФ. И, собственно, тот самый человек, который организовал 7 ноября, в день Великой Октябрьской социалистической революции, такие вот редкие, да, сегодня, к сожалению, в нашей стране публичные мероприятия. Как на это отреагировала власть? Олег, ты нас слышишь? Да, приветствую, Николай. Хорошо, что я не слышу, но в целом главное, что нас слышит. Олег, расскажи, пожалуйста, как это все проходило? Ну, у нас же традиционно в Республике Коми любые публичные мероприятия, которые организуют КПРФ, наталкиваются на препятствия со стороны власти, в нашем случае со стороны администрации главы Республики Коми. Вот, даже небольшие мероприятия, такие как пикеты в поддержку народных референдумов, администрация города Сыктывкара не согласовывает. Поэтому мы пошли по немножко другому пути. Мы организовали встречу депутата Государственной Думы с избирателями 6 ноября в преддверии праздника, дня Великой Октябрьской социалистической революции. Собственно говоря, мы вышли на центральную площадь нашего города Сыктывкара, это Стефановская площадь, для того, чтобы провести вот эту встречу с гражданами. Да, переговорить, обсудить самые злободневные вопросы, которые есть, какие законопроекты Государственная Дума принимает, что происходит в Республике Коми. Это для меня всегда очень приятная возможность пообщаться с людьми, ну и, собственно говоря, выразить свою позицию по актуальной повестке и послушать, что люди говорят, и что они, собственно говоря, по всему этому поводу думают. Вот, поэтому встреча состоялась, на ней было более ста человек, на мой взгляд, довольно продуктивно пообщались, но, конечно же, не обошлось и без провокаций, которые систематически устраивают против нас. На мой взгляд, именно это республиканская власть делает, потому что я уверен, если бы я был, например, главой Республики Коми, ни один провокатор даже не пришел бы, даже не подумал бы прийти на какую-либо такую встречу. Вот таким вот образом, да, происходило это все. Заявились несколько человек в такой камуфляжной форме, с повязками на лице в виде черепа и с эмблемами вот этого вот ЧВК Вагна, да, небезызвестного. Ну и, естественно, пытались задавать вопросы разные, которые они считают провокационными, да, пытались там какие-то темы поднимать, которые они считают провокационными. Вот, но вот видите, даже дискуссия получилась у пришедшего, значит, сторонника, да, нашего на эту встречу, и он, собственно говоря, и объяснил им, что к чему, да, в том числе. Вот, поэтому в данной ситуации провокации это не удалось, вот, я больше скажу, они вот пытались изобразить из себя таких ветеранов, вроде как, боевых действий. На мой взгляд, они, значит, это были просто провокаторы, никакого отношения к ветеранам боевых действий, возможно, и не имеющие, потому что я лично знаю многих ветеранов боевых действий, в том числе участников специальной военной операции, кстати, даже тех, которые в Вагнере служили, вот, и они себя так не ведут, да, то есть наоборот, они обращаются в том числе ко мне за помощью в тех случаях, когда государство их кинуло фактически, да, и обещанные льготы, и социальные выплаты не предоставило им. Они приходят, обращаются, и мы им стараемся тоже помочь в защите их законных интересов. Вот, поэтому вот эти люди, на мой взгляд, никакого отношения к реальным ветеранам боевых действий не имеют. Вот, пытались какие-то вопросы задавать, типа, вот вы поддерживаете экстремистов, а вы поддерживаете там еще кого-то, каких-то там непонятных людей, вот, посещаете следственный изолятор города Сыктывкара, где содержатся лица, которые там власть обвинила в совершении преступлений, что они написали в интернете, немножко, скажем так, через чур, да, может быть, так сказать, по нынешним временам неприятные вещи, да, и власть посчитала, что они в связи с этим виноваты в нарушении законодательства Российской Федерации, отправила их в СИЗО, это же у нас целое преступление, да, то есть можно у нас попасть, значит, под домашний арест или там под ограничение определенных действий из-за более тяжких преступлений, а если ты в интернете неловкие слова какие-то написал, которые не понравились кому-то, 100% загремишь следственный изолятор, вот. Скажи мне, вот пришли люди там рассказывать о том, что они, значит, ветераны боевых действий, там, у них там заслуги есть и так далее, а со стороны присутствующих людей не звучали в их адрес вопросы, а почему они участвуют в политической провокации, кто их сюда послал, какое место в этой схеме имеет там местное отделение «Единая Россия» или там губернатор, глава вашего региона, ну, очевидно, что они не случайно туда пришли. Почему пришли в масках, да, почему не показать свои истинные лица? Все это, ну, для нас, для политических, политически активных и оппозиционно настроенных граждан, это, в принципе, норма, да, но для людей, которые участвуют в этом первый раз, конечно, мне кажется, они бы потерялись от таких вещей. Не звучало это? Люди, которые пришли на встречу, тоже задавали вопросы, почему в масках, в первую очередь, находитесь, то есть это, причем, это же не медицинские маски, там, на видео видно, что это такие, там, с черепами, мы такие грозные ребята, там, стоим в таких серьезных позах и говорим таким серьезным языком, голосом, там, у нас все очень, очень круто, трепещите весь народ, вот. Задавали им вопросы, они говорят, мы, вы знаете, у нас ковид сейчас опять свирепствует, поэтому... Ковид и маски. Да. Слышно. Ну, да, 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 вот так вот. Ну, ладно, надели, надели. Мы, кстати, вот, значит, некоторые люди, пришедшие на эту встречу, тоже обратились к полицейским, которые рядом находились, говорят, посмотрите, у нас по закону негоже находиться в маске на публичном мероприятии. Это запрещено законом? Запрещено. Да, да, да. Вот. Вот. Ну, они говорят, нет, ну, вот, пришли, пришли, имеют право. Ну, ладно, имеют право. Мы ведь со всеми готовы общаться, главное, чтобы это не переходило рамки закона. Все правильно. Друзья, вот периодически, да, в мой адрес, в адрес других товарищей, да, идут вопросы, ну, когда же, наконец, вот, соберутся на митинг? Ну, почему ничего это не организовывает сейчас? И вот, собственно, говорим, что вне зависимости от региона власть по абсолютно беспредельному, там, неправовому порядку в нарушении законов отказывает в праве проведения публичных мероприятий. Но это не значит, что народ не может собраться легально. И одна из форм таких публичных мероприятий, как раз форма встречи с депутатом Государственной Думы, да, и такие товарищи, как Олег, по всей стране эти мероприятия организовывают. Другой вопрос, да, что общая задача информировать, да, и организовывать, чтобы как можно больше людей смогло воспользоваться подобной ситуацией, чтобы выискать именно свои политические взгляды, да, негодование, обратиться коллективно к власти. И если эти мероприятия будут должного масштаба, то, конечно, наверху будут вынуждены с этим считаться и идти на различные уступки. Олег, вот ты сказал, да, что шли обвинения в поддержке экстремистов, там, и так далее. Сейчас в Государственной Думе не так давно проходило обсуждение вот этих поправок в Уголовный кодекс об одобрении экстремистской деятельности. Ты, как человек, который, можно сказать, в первых рядах в этой дискуссии участвовал, что это за инициатива, чем закончилась? Ну да, вот сейчас немножко закончу, прежде чем ответить на этот вопрос. Дело в том, что вот такие провокации, которые были на моей встрече, они периодически возникают. Они систематически вокруг нас пытаются вот создать вот эту вот провокативную такую атмосферу, да. И 1 мая, когда я устраивал встречу, точно такая же была ситуация. То же самое было, пришли, значит, что-то там вопросы задавали, все остальное. Ну пусть бог с ними, да, то есть народ ведь тоже адекватно реагирует на эти вещи. Была история, когда, значит, ворвалась местная провокаторша в наш офис, да, устроила там склоку, после чего мой помощник попал в следственный изолятор Илья Балабан, да. Некоторое время находился по, значит, обвинению в грабеже вообще, да. То есть она там написала заявление, что он у нее телефон, значит, украл. То есть все эти вещи, они постоянно вокруг нас происходят, да. И постоянно вот власть таким образом создает вокруг нас напряжение. Но народ-то очень четко реагирует на эти вещи. Люди, которые видят, каким образом действует режим, каким образом действует власть, они очень четко отделяют, как говорится, мух от котлет, да. И когда те же самые вот эти вот вагнеровцы, так называемые, говорят, вы не поддерживаете там ветеранов боевых действий. Где были эти ряженые вагнеровцы, когда в Государственном Совете Республики Коми, когда я представлял свой закон, значит, о том, чтобы поднять ежемесячные денежные выплаты ветеранам боевых действий. И меня единороссы захлопали, чтобы я не мог слова сказать. Да, и представить свой закон. Где они были? Чего же они этих единороссов не вытащили, так сказать, не привели к ответственности? А в Государственной Думе он с 5 апреля не рассматривает. Скоро год будет, как этот закон лежит. Поэтому, конечно же, такие вещи, они не должны сходить с рук тем людям, которые устраивают такие провокации. Ну и что касается, соответственно, вот этого вопроса об изменениях в закон, да, уголовный кодекс. Значит, буквально месяц назад в Государственной Думе рассматривались поправки изменения в 280-ю статью уголовного кодекса. Это вот оба публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Теперь вот эту вот статью предлагается изменить и не только публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности туда, так сказать, оставить, да, а еще добавить публичное одобрение экстремистской деятельности. Но для понимания, да, всем зрителям и слушателям, да, что такое экстремистская деятельность в понимании законодательства российского, которое, значит, происходит из, например, Шанхайской конвенции, которую Российская Федерация ратифицировала, да, и которая, собственно говоря, имплементирована в российское законодательство. Шанхайская конвенция четко определяет проявлениями экстремизма, это любые вещи, связанные с сменой конституционного строя. В нашем случае, например, революция 1917 года, 7 ноября, вчера мы все отмечали, в Москве были мероприятия и в регионах в разных формах, где-то получилось провести пикет, где-то митинг, где-то возложение цветов к памятнику советской эпохи, к памятнику Владимиру Ильича Ленина и другие монументы, да, это, с точки зрения авторов этого закона, может быть рассмотрено как одобрение экстремистской деятельности, потому что в данной ситуации революция 1917 года, это же для них прям главный пример, да, вот посмотрите большевики какие, вот, я уже не говорю про декабристов, это тоже экстремисты, как это так, хотели, значит, там поменять порядки царской России и так далее. И самое интересное, значит, события 1991-1993 года, это же тоже фактически конституционный переворот тогда совершался, да, причем вооруженный. Вот, и сегодняшняя власть произрастает из этого, по большому-то счету, и тем не менее, эти вещи тоже, одобрение этих вещей тоже должно, по мнению авторов, значит, этих поправок в законодательство, в уголовный кодекс, тоже должно считаться проявлением, одобрением экстремистской деятельности, и те люди, которые положительно относятся к этим событиям, должны, вот, пожалуйста, Сыктывкарское СИЗО и все другие следственные изоляторы ждут своих героев, как говорится. Но приинтересно что? При обсуждении вот этого законопроекта и я, и другие наши товарищи от КПРФ, в том числе, например, Олег Смолин, известный депутат, как раз обращали на это внимание, каким образом будет применяться, да, вот эта статья. И самое удивительное, когда отвечают на этот вопрос единороссы, они открытым текстом говорят, мы будем смотреть исключительно индивидуально по обстоятельствам. Это значит, это значит, что если человек, который высказал такую вещь, каким-то образом неудобен для единой России, для власти в целом, он транслирует довольно-таки принципиальные взгляды, да, вот, и если он одобряет, например, Октябрьскую революцию, строго говоря, пожалуйста, вот вам 280-я статья, вперед в следственный изолятор, ну или там еще какая мера пресечения. Вот, а если он, скажем, при власти, но при этом одобряет события 93-го года, да, расстрел парламента, например, то он может быть вполне, значит, не признан лицом, который одобряет вот такую экстремистскую деятельность, и все у него будет хорошо. То есть это будет норма, которая будет применяться выборочно в зависимости от той общественно-политической позиции, которую занимает человек конкретно. Поэтому, естественно, фракция КПРФ этот дремной законопроект не поддержала, вот, но понятно, 57 депутатов нашей фракции, даже при консолидированном полном голосовании, не могут перебить пока что ту обстановку, которая сегодня в Государственной Думе есть, те 320 с лишним депутатов, которые, не знаю, любую дрянь проведут, если им скажут из администрации президента. Вот эта тема с выборочным применением законодательства, максимально удобный подход для власти, это понятно, что против левых, безусловно, будет являться большой бедой, но власть вполне себе может и не только против левых, и против националистов, и против либералов. Здесь же половина истории нашей страны, от декабристов Пушкина заканчивая абсолютно, просто любому подберут свой срок, свою тюремную камеру, просто потому что, вот, собственно, так сегодня выглядит в глазах правящего режима, элита, класса, вот эта борьба, да, которая только лишь в такой форме может осуществляться. Ну, в целом, Олег, вот я, собственно, наблюдая за провокациями, которые в очередной раз, ну, в такой уже достаточно решительной форме власть организовывала в твоем регионе, мне приходит мысль, что завтра, собственно, эти представители Вагнер или там кто-то еще будут приходить уже с оружием, будут приходить, вот как вот мы видели же в Краснодаре, да, что вот это казачество, типа казачества приходит с нагайками, приходит с какими-то там, значит, дубинами, да, здесь будут приходить просто с автоматами, да, и, собственно, вот в такой форме оказывать давление под аплодисменты руководителей наверху, да, будут просто подавлять уже силовым образом с угрозами, я не знаю, лишения здоровья или жизни даже всех тех, кто сегодня выступает против правящего режима. Ну, в конце концов, вот эти недавние заявления господину Гурулеву, я не знаю, далеко ты сидишь от него или нет, но я думаю, здесь вся страна слышала, да, вот эти призывы 20% населения уничтожить, да, если они не согласны с Путиным. Все так, все так, но надо понимать, я еще раз говорю, что настоящие вот, ну, те ветераны, действительно, которые были там в зоне боевых действий, они такой деятельности не занимают, да, то есть они наоборот стараются держаться подальше от публичности, подальше вот разного рода таких вот общественных вещей, то есть они, если им какие-то вопросы надо решить, они спокойно позвонят или придут, ну, так, чтобы это нигде не было афишировано. То есть это есть, есть на это сегодня политический спрос у вот тех людей, которые пытаются таким нехитрым способом с нами бороться. Я рад тому, что это у них не выходит никак, потому что те люди, которые все-таки приходят на наши встречи, они совершенно четко понимают, зачем они сюда пришли, совершенно четко понимают мотивы и их, этих провокаторов, и наши, наши деятельности. И очень четко себя идентифицируют той социально-политической программой, которую продвигает Коммунистическая партия Российской Федерации и вообще все народно-патриотические силы. Поэтому в данном случае я думаю, что провокации, конечно, пока эта власть существует против коммунистов и наших сторонников не закончатся, это надо понимать. Но единственный способ борьбы с ними, это, во-первых, честное праведное слово, а во-вторых, конечно же, люди, которые готовы плечом к плечу стоять, желательно, чтобы они были широкоплечья. Абсолютно согласен. Голос народа и правду народа никак не заткнешь, как бы наверху не хотели это сделать, и правда она в любом случае прорвется, а уж то безумие, которое творит власть, семимильными шагами толкнет общество бороться и отстаивать свои права.